Всем доброй ночи! Кто не спит, кто со мной, всем привет! Ребят, давайте передадим всем привет по традиции, традиционно. На обложке мужчины огонь! Огонь, огнище! Что-то у меня голос, извините. Добрый вечерок, добрый-добрый вечерок, тари-ра-рин-та-рам. Вопрос. Наташа, почему домой не едете? Вопрос странный, считаю. Ну, погода у нас холодная, но я ноги голые, все нормально. Уберите эти очки, пожалуйста. Нет, они мне нравятся. Что это я должна убирать? С чего это? Сегодня разговаривала с Аленочкой, когда записывала сторис. Говорю, Ален, ты не знаешь, что я так ору в своих сторисах? Она говорит, Наташа, я когда захожу к тебе в прямые эфиры, я обсыкаюсь. Сидит одна, орет там на кого-то. Я говорю, да-да, у меня такое же ощущение. Думаю иногда, что я ору, как ненормальная? До скольки вы работаете, да как до скольки? У нас ненормированный рабочий день. Так, Эстония, привет. Традиционно передаем всем привет. Москва, Питер, кто там, Воронеж, хрен догонишь. Ну, в общем, и все остальные города нашей необъятной родины, и не только нашей родины. В общем, короче, всем привет. Давайте поговорим о чем-нибудь. Какую-то тему-то я же все-таки придумала. Осетия, привет. Я поняла, думала, что не спится, а это чуйка. Я не хотела выходить в прямой эфир. Калининград, привет. Донецк, привет. Казань, привет. Владивосток, привет. Заходила сегодня в группу моих друзей. Свекровь и невестка. Отличная тема. Германия, привет. Салам алейкум, в алейкум ассалам. Заходила сегодня, смотрите, в группу Дом-2 Чоузен. Украина, привет. Читала комментарии про себя. Обоссалась. В общем, опять пошли комментарии про то, что крестная Василиса это не я. Значит, другой комментарий. Меня одну бесит эта старая корга, в общем, и все такое прочее. Не удержалась, написала. Ребят, Вы Чо там все, блин, не в себе. Оставьте в покое ребенка и Олю Рапунцель. Разозлилась, сил нет. Здравствуйте, Милена, мама Безуса. Милена, мама. Какая максимально доступная разница между мужчиной и женщиной? Если мы рассматриваем возраст мужчины старше, чем женщины, ну, думаю, максималка 15, все, не больше. Милена и мама Безуса. Что Милена и мама Безуса? Ставрополь, привет. Ногинск, привет. Ногинск-то у нас недалеко. Ну, не так уж близко, но недалеко. Белоруссия, привет. Как Вам, Вика Цитуря? Нормально, Вика, мне. Спасибо большое. Вика боится меня. Я когда подхожу, у меня же с головы вся эта история идет. А она говорит, Наташа, ты сейчас опять что-нибудь придумывать будешь? Я говорю, молчать. Вся правда только у меня. Остальное все вранье. Домодедова, привет. Привет. Вообще рядом. Да выпендривалась. Мать ее сегодня отчитала. А вы смогли бы взять ребенка из детдома? Нет. Нет, я бы не взяла ребенка из детдома. Блин, классная вы, тетка, прям любовь к себе. Благодарствую. Благодарствую. Да не бомба я. Короче говоря, друзья мои, чую я, что тикток, это не моя история. Я вообще даже не понимаю, как там эту музыку искать. Меня так это раздражает. Хотя я бы там наснимала кучу прикольных роликов, но я не знаю, где искать песни, которые я хочу там поржать. А значит, мое мнение такое. Кто выйдет в финал, тот и достоин звания Человек-года. Все финалисты. Но это мое мнение. Пожалуйста, выгоните строк с чего это вдруг. Вот не знаю почему, но как-то пока я не пойму, в чем фишка этого тиктока. Ну как-то не знаю. Пока я не... Говорят, в тиктоке можно прямые эфиры вести, кстати. Не надо мне беременеть, когда спать. В 6 утра я ложусь. Просто нереально позитивная отв... Но это да, что есть, то есть. Благодарствую. А, еще там написали, что тетка противная, бесит меня жутко, и в своих прямых эфирах несет одну хуйню. Ну, в общем. Я написала, вон отседово. Кому не нравится, пошли в жопу. Строкова ужасный человек, выгоните ее. Неправда, ребят. Неправда, друзья мои. Неправда. Строкова прикольная, нормальная девчонка. А, тикток это молодежь. Ну, видимо, уже для стариков тикток... Ну, ладно. Попробовали? Да ладно. В жизни все надо попробовать. Ашотик скоро начнет от меня уже закрываться на ключ в кабинетах. Чтоб я только его не трогала и не говорила ему, Ашот, давай запишем что-нибудь. А он мне говорит, Наташ, у меня сегодня губы сифилитические, не надо. Я говорю, надо. Облизывай губы, давай будем писать. В общем. Вшу подправить. Голос почти как у меня не все... Благодарствую. Вам необходимо ваши крылатые фразы патентовать. Ну, сегодня, кстати, мне об этом говорил то ли Мандезир, то ли кто... А, нет, Антон Бек уже сказал, Наташ, запатентуй все свои фразы, запатентуй. Ибо разлетятся, потом не докажешь, что это ты, хозяйка. Кем работает Ашотик? Друзья, вы помните, кем Ашотик работает? Стулья расставляет. Или это он сам говорил у меня в прямом эфире. Ой, ребят, сколько людей, столько и мнений. Я ни на кого не обижаюсь, но я не потерплю, чтобы меня там полоскали вдоль и поперек. А тем более меня дико раздражает, когда начинают меня полоскать в контексте Василисы. Ужасно, я этого терпеть не могу. Господи, дети, это святое, оставьте в покое. А Бек уже у вас женатый? Нет, пока. Ну, он же скоро женится на Аньке этой, Брянской. У них же свадьба скоро. Рубрика по секрету всему свету. А, Галимова с Никитой помирились? Нет, друзья мои, как раз вот, как насчет перекурить? Да я только курила. Как раз вот в тему, завтра смотрите разбор. Очень будет интересный разбор недели, очень. Будет первая встреча мамы Ильи Ябарова с внуком, с Богданом. Смотрите, вы не пожалеете. Как раз в тот день у меня была температура 39. Я думала, я упаду в обморок, но пришлось мне стоять, ибо разбор был Ябарова. Алина покинула проект? Кто такая Алина? Тихо. Как насчет покушать вкусняшек самое время? Я уже. Никита из Украины, Катстуриан, пришел на проект. Никита из Украины. Сейчас гляну. А что, должен был? Где Василиса? Дома с родителями. Никита из Украины пришел. Алина Залимовна покинула проект. Да, и папа Насти Голд будет на ББ. Ребят, кто кому пришел, кто кого покинул, кто кого слил, смотрите эфиры, вы все узнаете. Почему Федя говорит на всю страну, что Катя пьет? Я говорю, Кать, у тебя теперь погоняло, будет колдырь. Ничего, на Кате полтинничек, и все нормально, расслабишься, все хорошо. Я не знаю, почему так Федя говорит. Откуда я знаю? Я что, с Катей живу? Это не так. Господи, подумаешь, один раз бокал шампанского девочка выпила. Ничего в этом нет страшного. Я открою глаза, тарин-таран, тарин-таран, тарин-таран. Завтра у нас уже будет новый журнал Дом-2. Разве этот эфир не сегодня был ББ? Какой? Завтра же четверг, разбор. Сегодня были номинанты на вылет. Вы видите вот эти вот тела? Кирочка выписалась из больницы, все у нее великолепие, улыбка летит. А вот котятки, узнаете котят? Котятки, лесятки. Вика пока одна. Привет большой вам из Челябинска. Челябинск, вам тоже огромный большой привет. Я открою глаза, я закрою глаза, тарин-таран. Вот, дорогие мои. Кто пишет? Возьмите завтра Василису к себе с ночевкой и запустите прямой эфир с ней. Вы что, ребят, прикалываетесь? Вы когда говорите добрый вечерок, я сразу вспоминаю фильм Королева Бензоколовки. Королева Бензоколовки, там фраза была, Людмила, добрый вечер, да? А Антон Бекужев, здравствуйте, уважаемый Антон Бекужев. Наталья, я вам завтра новый журнал привезу. Спасибо большое. Ну а пока у меня нет нового журнала, я довольствуюсь тем, что есть. Ромочка, Саймон, тела молодые, упругонькие, все нормально. Меня устраивает. Извините. Моздок, привет. Ли, ты что несешь, какая Василиса в прямом эфире в своем уме-то? Я тоже говорю, вы что, ребят, не в себе? С Кирой все в порядке. Выписали сегодня из больницы все у нее нормалды. Ну и что такого, я ее и так давно не видела. А Насте, с себя сделали операцию? Я сториз для кого снимаю, ребят? Саймон уже старая история. Не старая он история. Он еще та история, которая на слуху. Эстония, привет, привет. Привет, Андрей. Ла-и-ла-ла-ла-ла-ла. Правильно. Передаю огромный привет Пензе. А вот, смотрите, кто тут у нас нарисовался. Настя, гляньте-ка, гляньте-ка, вот эта вот история тела. Настенька. Василиса чудный ребенок, конечно. Василисочка умничка моя деточка. Он еще и... Тихо. Зайдите, пожалуйста, ко мне в сториз. И посмотрите, пожалуйста, все мои сториз. Я их для кого снимаю. С Настей Сыцевят съемки закончены. Все. Да выпендливалась. Вот Танечка Строкова, Сереженька Захарьяш. Мальчик мой. Брянская тоже старая история. Не старая история. Брянская всегда будет тоже на слуху. Саймон и Настя Сыцевят хорошо бы смотрелись. Василиса вообще принцесска. Да, согласна. Привет. Своим замечательным голоском к Калининграду. Привет, передаю Калининграду. А как эфиры на ТНТ показывают в других часовых поясах? С опозданием или понятия? Не имею, ребят. Я откуда знаю, как это там показывают. Покажите обложку журнала. Вот они, рыбоньки мои. Так, эфир как никто не лайкал, так и не лайкают. Ну ладно, зачем выхожу, непонятно. Давайте о ком будем разговаривать, о ком будем сплетничать. Давайте поговорим о таком участнике, как... Хотя можем говорить и не о участнике. Чебоксары, привет. А Багдаша дома с солей? В смысле? Почему Багдаша должен быть дома с солей, а не с Аленой? Не поняла. Давайте поговорим, знаете, о ком? О Евгении Ромашове. Настя с Русланом снимайте такие лапчики. Кстати, у меня там есть где-то съемка с ними, надо выставить завтра. Давайте поговорим о Евгении Ромашове, о нашем очень талантливом участнике, супер-пупер-скромном участнике, на редкости. Наташа, вы к новогоднему эфиру наконец-то запишете дуэц Ебабы? Думаю, да. Ебаров все врет, а я надеюсь. Давайте поговорим о Евгении Ромашове. Как вы к нему относитесь? Наташа, вы на одноклассники друзей не принимаете? Нет. Давайте о вашем нескончаемом позитиве, откуда столько понятия не имею. Хоть бы Руслан вернулся к Вике, Ромашов уже тряпка. Да. Как у Жени с Юлей они помирились? Как у Жени с Юлей? Да, как у Жени с Юлей. Нет, они не помирились. Ромашов скромный псих, да. Кто сказал, что Ромашов гей? Вы что, ребят, не в себе? Вы такие вещи не говорите, потому что Ромашов был женат, и у него ребенок есть, сын. Вы зачем такие вещи говорите? Не надо такие вещи говорить. У Жени ребенок есть. Зачем такие пакости и гадости писать? Не ужасный Ромашов. Ромашов клевый парень. Женечка, мальчик мой, котенок. Он когда первые дни пришел, я думала, что за невменько здесь. А потом я его так полюбила, мы так нашли с ним общий язык. Он оказался очень даже нормальным, адекватным парнем. Вы утром зайдете сюда, утром, не знаю. Готово такое ощущение, что здесь вопросы задают дети Петра Слескина, Богдана, где Василиса. Все же добрый вечер. Я думаю, в час ночи все стали уже добрый вечер, в два. То есть про него говорили, что он непонятно. Даже если это и так. Неужели вы думаете, что я буду обсуждать в прямом эфире, в своем, по поводу ориентации Евгения Ромашова? Ну, это не так, я вас уверяю. Ромашов клевый парень, да. Он такой симпатичный, у него такие глаза, а взгляд какой проникновенный. Ладно, тихо, Наташа, хватит ерунду вести. И она всех геев собрала, и там есть женатые с детьми. Нет, я не смотрю. Ромашов, Ромашов клевый, а вот белая забыла, кем она была. Кем она была? Кем она была? Кем она была? Кем она была? Я была бы там, я была бы тут, я была бы там, я была бы тут, я была бы там, я была бы тут, я была бы тут, я была бы там, я была бы тут. Кем она была? Какой же он хороший, то ударит, то придушит. Это у него такие ролевые игры, то ударить, то придушить. хороший богдан где хороший вопрос где богдана василиса в 2 часа ночи я думаю они в клубе на тусовке где уманский уманский в отпуске если вы следите за участниками участники каждый раз своих stories все уставляют где они что они какают писают кушают а вы попробуйте так спеть как я сейчас спела я была бы там ты была бы тут ты была бы там я была бы тут это как бы не вам не добрый вечер у манского уберите с проекта хорошо я завтра передам людям чтобы убрали его с проекта спасибо большое соблазн секрет 05 бог какой потрясающий ух ты соблазн секрет в клубе они на тусовке я думаю потом часа в три они в караоке переместятся свой пара прохода не катит что-то мне как лично вы относитесь к черно не знаете как я отношусь черно нормально я к ней отношусь не нужно уманского убирать согласно романову нужна другая роман роман ромашова на вину по поводу мая донцовой смотрите друзья мои даже если мая донцова держит в секрете свое интересное положение положение молодец имеет на это полное право дальше другую информацию я не знаю даже если бы я и знала поверьте мне я бы не сказала черно бросила курить давно уже никитку мне жалко очень с островов согласно где была где была нет не так нигде была привет якутия я была бы там ты была бы тут 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 я была бы там ты была Она ногу сломала, а я откуда знаю, она же на островах ее сломала. Извините, а почему вы поссорились со стыцевят? Не злитесь, пожалуйста. Все, я ей сказала до свидания, большой привет. Все, единственный человек, который читает все вопросы, вообще, благодарствует, я иногда не успеваю, люди обижаются. Я говорю, ну я же не могу все успеть, прочитать. Если я не успеваю, значит, логично, надо перезадать этот вопрос. Сегодня мне вообще сделали замечание с утра в утреннем прямом эфире. Раньше было проще, а сейчас сидишь, как звезда, зазналась. В общем, все такое прочее. Там, наверное, с головой вообще не все в порядке. Так, как ножка уже все разболтала, уже не секрет, сдала с потрохами. Ну, Машка, окно, как обычно. В жопе язык не держится. Добрый вечер. Зайдите в сторис, гляньте, я... Все, с завтрашнего дня никакие сторис снимать не буду. Зачем снимаю, непонятно для кого. Также заходите в ленту, лайкайте, смотрите видео мои, сколько часов вы спите. Три. Я же сегодня три часа поспала и все. А, Йоси, а Наталья, не читайте мои сообщения. Обиделись, что ли, в директе. А что-то, не знаю, сейчас гляну. Гобозова-то нашли? Нет. А-а-а, и там шальная императрица. Да не ругались мы со стацевят, все нормально. Завтра приедет, сниму с ней что-нибудь. Что входит в ваши обяз... Ничего. В мои обязанности входит вести прямые эфиры, все. Нет, снимайте сторис, особенно как Илья поет... А, позитивные песни, понятно, хорошо. Как мои успехи с таблетками? Нормально. Потихонечку, тихим стапом. Да, а значит, смотрите, Анастасия Стацевят на сегодняшний день находится в статусе одиночки. После того, как ей сделают операцию, мы будем усиленно... Усиленно, да, правда, Гобозов потерялся. Мы будем усиленно искать ей жениха, потому что девка дает, я чувствую, потерю. Спасибо. Не так это мы с ней вообще не похожи. Если, Антон Бек, уже вы здесь, скажите мне, пожалуйста, чего ж вы костюмы свои не забрали? Они долго еще будут там висеть? Но, наверное, уже не здесь. Наташа, сегодня ВКонтакте прочитала сообщение, что от лица креативного продюсера мошенники продают билеты на новогоднее шоу по 500 рублей. Была такая история или это очередная утка? Значит, это враньё. Там была... Мне одна моя подписчица, кстати, не знаю, здесь она или нет. Мне одна моя подписчица скинула скрин одной группы, которую разместили на 15 число на съемке шоу «Бородина против Бузова» и продаются билеты по 1500 рублей. Кто хочет прийти в качестве зрителя и пообщаться с любимым участником, милости просим, пишите нам в директ. Как только пришла мне эта информация, спасибо огромное этой подписчице, я зашла на эту страницу, там 705 тысяч подписчиков, и людям не стыдно размещать такой фейк. Я подняла хай, через 30 минут они все удалили. Никто билеты не продает на съемки шоу «Бородина против Бузовой». Это первое. Второе. 15 декабря съемок «Бородина против Бузовой» в студии нет. Никому не верьте. То, что пишут ВКонтакте, это все желтая пресса пишет. Пусть пишут. Таня у себя в сториз выставила, что все это вранье, никому не верьте, мы никогда никакие билеты не продаем, потому что к комасовке мы отношения не имеем. Я пошла, пока шла съемка, к вышестоящим людям, все сказала, показала, объяснила, и через 30 минут зашла в этот ник, и там уже все удалили. Ну, то есть, как бы, ребят, вы что думаете, серьезно? От лица креативного продюсера будут продаваться билеты по... Там не 500 рублей, там полторы тысячи было. Я, хотите, выставлю у себя в сториз этот скрин. Ну и что, стацевят на кухне с Таней поскандалила. Она что, первая, которая поскандалила? Не она первая, не она последняя. Вот такая вот неприятная история. Хотя подписчиков у них очень много, и они, типа, делаются, как будто бы они там официальная группа, дома два. Ну, в общем, это жутко неприятно и противно. Вика классная, не надо тут ля-ля. Да, Вика нормальная девчонка, а что вы? Я обязательно выставлю скрин, обведу их ник, даже их отмечу и напишу, что это мошенники. Потому что под этим постом были отключены комментарии. Выставлю, выставлю. Вот, но не от лица. Я не знаю, почему ВКонтакте написали от лица креативного продюсера. Под постом у этих ребят написано, кому нужны билеты, пишите нам в директ. Вика будет с мужем бывшим, как думаете? Не знаю я. С каким бывшим? С Русланом? А кто у нее бывший муж? Руслан? Это как группа называется? Дом-2, сука, всемогущий? Нет! Там какой-то хот-ньюс, мы, дом-2, что-то такое. Я выставлю, не знаю, думаю, навряд ли. Как у вас получается? Вы витаминки пьете? Нет, я витамины никогда не пила, не пью. Не знаю, буду пить или нет. Я выставлю сториз. Смотрите в сториз у меня. Но это, конечно, жутко неприятно. И очень странно. Как люди могут не бояться и позволить себе продавать билеты на шоу «Бородина против Бузовой», не имея никакого отношения к этому шоу. Странно. Роман не просится на проект к Алене? Нет. Донцова беременна? Нет. Иванова красивая, но глупая. Молодая, глупая, ничего страшного. Романа уволили с работы «Дома-2». Так он же на проект пошел. Конечно, он уволился. Как все-таки зрители выбирают на шоу «Бородина против Бузовой»? Еще раз вам повторяю. Есть отдельная служба, которая занимается отбором зрителей на шоу «ББ». Есть человек, логист массовки. Это Сергей Николаев. Есть сайт, куда заполняются заявки, и там уже идет строгий отбор. Но никто никогда никакие билеты никому не продавал, не продает и продавать не будет. Мудуар императрицы повидал немало на своем веку. Королевы вереницы навевали на нее теперь тоску. Кстати, где вы, девушка, которая написала мне про контакт, что такая статья вышла? Отзовитесь, пожалуйста. Просто напишите «это я». Ляпин все так же донимает или дал потерь? Что вы, сегодня я с ним так оралась тут за решеткой? Я говорю, помолчи, пожалуйста, хотя бы минутку. Помолчи. Что вы, он тут каждый день караулит всех. А вот вы, Татьяна, молодец. Вас очень интересно, вас очень интересно слух. Благодарствую. Наташ, только до 27 лет можно на Дом-2, а если чуть больше? Все вопросы Кирмакова. Если чуть больше, бывают исключения. Это я. Фишка 82, правильно? Если неправильно прочла, извините. Можете найти мне эту статью, скрином скинуть в директ? Я буду вам очень благодарна. Также выставлю, что это все фейк. Буду очень признательна. Тане тоже отправлю, чтобы она знала, что уже вконтакте пишут. А вас Таня или Наташа зовут? Да я уж привыкла. Как меня только не зовут и Таня, и Наташа, а вообще Наташа. Но если Таня, то я тоже не обижаюсь. Если вам не сложно, найдите их, скиньте мне, что я ору. Вот Алена мне Рапунцель сегодня говорит, Наташа, что ты так орешь в своих прямых эфирах? Я говорю, Алена, не поверишь, я иногда тоже сижу и думаю, что я ору. На проект, ну, да я думаю, что на проект не так сложно попасть. Главное, чтобы была своя особая харизма. Как предположим, я уж правда старая просто. Я там всем бы навела шорох. Как Алена? Стори смотрите, как Алена, все нормально у нее. Что там за контакты? Какие контакты? Наталья Уталима. На-то терпеть не могу эту песню. Если наткнусь, то обязательно отправлю. Да, будьте так добры. Потому что у меня даже странички нет вконтакте. Я там не бываю. Что мне там делать? Я еле-еле почту освоила. Там как отбор идет или отбор идет на поляне. Ребят, вся информация у Надежды Ермаковой. Как идет отбор. Кастинг проходит в каждую среду в 12.00 в городе Москва, улица Самар Машел, дом 5. Они никого не забыли. Привет, Вик. Виктория Борисевич у нас в прямом эфире. Да, обязательно передам. Доброй ночи, Украина. Привет. Виктория Борисевич, скажите мне, пожалуйста, вы что, замуж вышли? Я видела вы с Настенькой, с Анечкой Брянской в платьях свадебных фотографировались что-то где-то. Не за что. Правда, что на Доме-2 детский сад откроют. Зачем? Нет, неправда. Это я ляпнула там когда-то, что строят там детский сад. Да ладно, ляпнула и ляпнула. Да, было дело. Понятно, но если было дело, я вас поздравляю с бракосочетанием. Если, конечно, вы не трындите. Давайте кого-нибудь в прямой эфир, чтобы мы посмотрели. Кого-нибудь таково, извините. Кого-нибудь таково, вы о чем? Фотограф нас пригласил, и там встретились с Саней. А, понятно. Ну ладно, хорошо, молодцы, котятки. Я ж не против. Я тебя не про фотограф, я тебя про замужество спрашиваю. Привет из Севастополя. Привет. Сердцеедка, сердце-сердцеедка. Ой. Аташ, только Стецевят и Леша с Украины нет. Борисевич, да, у нас, Борис, нельзя ляпать, а то точно откроют. Не надо, никаких еще не хватало детсадов на поляне. Добавьте Викторию к себе в прямой эфир. Как-то я Вику добавляла, она что-то неохотно ко мне добавлялась, вечно отклонялась и говорила, что она не одетая. Поэтому зачем я буду человеку ставить неловкое положение. Ребят, лайкаем этот эфир, ибо сердечки еле-еле душа в теле. Три калеки, две чумы. В двор императрицы повидал немало на своем веку. Если Вика захочет, она ко мне постучится в прямой эфир. Видать, Вика уже дала потерю, как только увидела, что начинается вот это. Добавьте, не добавьте. У Насти Якуб есть парень? Конечно, есть у Насти Якуб парень. Вы не знали, что ли, давно уже? Наташа, сколько? Много. Королевы Вереницы навевают на нее теперь тоску. Только сердце не прикажешь, сердцу просит продолжения любви. Вик, ответь нам, пожалуйста, что дают лайки в прямом эфире. И вечерний экипаж ее уносит на окраину Москвы. Что эти сердечки дают, понятия не имеют. Говорят, надо лайкать. Лайки выходят в топ. Вот. Больше лайков, выйдешь сразу в топ. А что дает топ? И там шальная императрица. Да, ну ладно. Валера Блюменкранц, нет, не придет. Лайки ничего хорошего не делают. Как это не делают? Говорят, в топ попадаешь. Что ты несешь, Вик? Не ври. В топе. Только тормозят эфир, и он виснет. Нет. Лайки, когда ставишь, эфир в топ попадает. Федя не сильно расстроился за то, что в ЧГ вылетел. Нет. Это точно. Если на улице встречает человека с прямым застывшим пальцем, это Наташа Фанат. Ты и так в топе. Как я могу быть в топе? В каком топе? Я у себя на странице только в топе. Руководство не будет ругаться, что на проекте много малышей будет. Нет, конечно, руководство только приветствует, когда на проекте много малышей. Кстати, что там Гобозов? Я уже смотрела видео у него, как пьянь выглядит. Кстати, да. Зачем тогда Сэм выкладывает фото с Настей? Это за тем, чтобы вы их не забывали. Завтра вновь ее величество величием наполнит ромный зал. Вика, я согласна с вами. Наталья всегда будет в топе, потому что... А я ничего вам не могу рассказать про Цитуряна Руслана. У них, знаете как? Дорога налево, дорога направо. Ты сам по себе, я сама по себе. Что вам рассказывать-то? Они ж одиночки... Он один... Он... Настя, а она одиночка. Я вам в Ясли на проект приведу в Суворову. А ты что, беременная? Вика, ты что, забеременела? Роме разрешили держать собаку на проекте? Да! Роме разрешили держать собаку на проекте. Он воспитывает собачка. У них потрясающая. Малявка. Завтра вновь ее величество величием наполнит тронный зал. Где жить будут семьи с детками там? Недалеко от Азовского моря. Сердцеедка, сердце-сердцеедка. Реально, Вик, почему я была не в курсе? Первое, что ты вышла замуж. Второе, что ты забеременела. Ну, ващпе, Вик. Ну, ващпе. Рапунцели там явно корни надолго бросили. Конечно, молодцы. Они что, вам мешают эти рапунцели? И вообще, кстати, почему Рапунцели, а не семья Дмитренко? Стрелков с Катей? Да, с Катей. Вика, кто отец? Как кто отец? Тот, за кого она замуж вышла. Кто отец? Вика, в общем, я и все мои подписчики, и вся наша команда, мы поздравляем тебя от всей души с твоим бракосочетанием и с твоим очень-очень интересным положением. Надеюсь, что это правда, а не натрындела ты мне здесь, в прямом эфире, привлекая к себе внимание. Все было одним днем, прям в магазине свадебных была. Ты же знаешь, я не люблю кричать. Понятно. Ты, как это, счастье любит тишину. Фамилию, имя, отчество. Потому что Дом-2 представляет их как Рапунцели. Понятно. Значит, Оля, давным-давно уже Дмитренко. У Антона и Ани скоро свадьба? Ну нет, еще не скоро, весной. Значит, смотрите, ребята, я же всегда говорю, никто никого не заставляет. Делать то или иное. Если кого-то бесит Рапунцели, не смотрите на них просто и все. Кто вышел в финал ЧГ? Еще не было финала ЧГ. Еще не было отбора в финал ЧГ. Как не скрывай, у тебя ни одного видео нет со свадьбы, ни одной фотки. Как ты не скрываешь? Ну я не кричу, я понимаю, но у тебя даже нет намека на то, что ты выходила замуж. Я просто тебя увидела в свадебном платье. И ты говоришь, вот это счастье привалило, прикатило. Что, наконец-таки, наконец-таки, он нашелся, тот ненаглядный мой единственный любимый. К единственному нежному бегу по полю снежному. По счастью безмятежному беременность, я понимаю, беременность. Аленка любит Ебарова. Значит, смотрите, во-первых, фамилия Ебаров пишется с двумя буквами «Б», а во-вторых, Алена не любит Ебарова. Вам нужно уже свой словарь выпускать, книга разлетится, как горячий пирожок, точно. По счастью безмятежному, надеясь и тоскуя, к далекому и нежному бегу по полю снежному. А счастье любит ничего. О, привет, Иркутск! Как будто все по-прежнему люблю я. Почему это Рапунцели... Вот именно я говорю, что это вы вдруг решили, что Рапунцели зажрались? Скажите, почему в ЧГ перестали голосовать зрители? Зрительская симпатия была бы за Милену, а так Рапунцель выиграет. Наташа Скрины скинула группа «Дом-2 шлок». Благодарствую. Значит, смотрите, ребят. Почему голосуют участники? Потому что участники живут с участниками, и они намного лучше знают друг друга. Наташа, ты что, не спишь? А что, не видно? Я ж так рано не сплю. Я бы прям копия мать. Да, они очень похожи. Федя постоянно топит Олю, зажрались точно не про них, они свои отрабатывают, хотя жили и вернулись. Ребят, давайте не будем... Никогда никого не судите. Не суди, да не судим, как говорится. То, что где-то они перегибают палку, где-то они показывают свой характер. Но ничего страшного, мы все тоже с характером. Как говорится, каждому свое. А по факту, я считаю, у меня с мужем напряг, приду на ее... Приходи, конечно, я аж онемела. Ты ж только замуж вышла, уже напряг? Как такое может быть? Я дико извиняюсь. Такое разве может быть? Наташа, вы женщина-фонтан, музыкальный, эмоциональный... Благодарствую. Зачем мне этот тик-ток? Я сама себе тик-ток. Здравствуйте, 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 здравствуйте. А что такое ЦСЛ? Это проект такой, спаси свою любовь. Вы крутая женщина, суперская. Нет, это не так. Я самая обычная, обыкновенная, совершенно не крутая, среднестатистическая, обычная, как все. По-разному моя королева может быть. Вик, что-то мне настроение твое не нравится. Я, конечно, извиняюсь, но тема дня. Да какая тема там? Какая разница, какая тема? Вика, а что происходит? Викусечка, рыбка моя ненаглядная, котенок. А на СССР ты придешь с мужем спасать свою любовь, я не пойму. Мне нравится, что вы говорите правду матку. А что его? Вы, походу, с работы вообще не выходите? Конечно, зачем мне куда-то выходить? У меня здесь все условия. Вы будете голосовать в финале ЧГ? Кто вы? Она вроде шучит. Кто вы, я не пойму. Ребят. Я понимаю, что время 2.30. У многих уже добрый вечерок в голове. Давайте не путайте меня. Открываем, Наталья, 2 участники, Наташа, Женя, Ашот, Лева, круглые сутки. Сделайте ББ про бывших участников. Обязательно все сделаем. Скоро будут новогодние выпуски. Смотрите, не пропускайте. А также не забывайте смотреть завтра шоу Бородина против Бузовой в 11.30 на канале ТНТ. Наталья, вы лично будете голосовать? Нет, конечно. Я что, участница голосовать? Кем вы работаете на Доме-2? Елизавета, нижнее подчеркивание, Безручкина. Зайдите, пожалуйста, ко мне на страницу, посмотрите. Кем я работаю? Там в шапке профиля все указано. Девочки, я не на верное, а шучу. Вика, вон отседова. Все. Ты меня расстроила. Смотрите план Б? Конечно, я еще и план В и план Г смотрю. Когда мне смотреть этот план Б? Вика, в эфир давайте. Ну, я не знаю, Барзикова любите, конечно. Кто ж Барзикова-то не любит? Барзикова и не любить, это грех. Что вы? Блин, ногти какие страшильные, надо уже делать. Я, кстати, ногти сломала, видали? Что ж вы некоторые так близко все принимаете? Это некоторые вы к кому сейчас обращаетесь? Некоторые это кто? Это камень в чей огород, некоторые? К единственному нежному. Да, она не одета еще, она же вам говорит, что она не одета, она в прямой эфир выйти не может. Бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, надеясь и тоскуя. О, аллилуйя! Я работаю два года на шоу Бородина Протибузовой. К далекому и грешному бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. А чем Дмитриенко заслужили, пусть победит Донцова? Ну, это вы между собой там посритесь, кто чего кого победит. Как в эгоистке погуляли? Когда? Последний раз в эгоистке я была, когда у меня день рождения был. В сентябре месяце. А то, что в сториз в пятницу я выставляла, мне все задали этот вопрос. Наташ, ты ж болеешь, ты что, поперлась в эгоистку? Даже Захарьяш. Я говорю, Сереж, ты что, добрый вечер? Какая эгоистка, эта старая запись я выставила просто пятница, там веселые танцы были. Вот и все. Что же мне? Брянская реально замуж собралась за Антона? Конечно. А что, вы думаете, вам шутка, что ли? Смотрю, дом 21 дня, вывод такой, мужики любят стерпать, это мудрость. Да еще каких? Лайки. Ставим лайки. Я сейчас выйду и даже не попрощаюсь с вами. Привет, Осетия. Очень вяло текущие лайки, и это плохо. В финале ЧГ кто голосует? Участники как кто. Ставим лайки, ребят, потому что, ну, это не дело, это не дело. Донцова злая, прекращайте. Единственным нежным. Бекужев. Значит, фамилия Бекужев, Антон, пишется с двумя буквами К. А, Бекужев и Брянская, точно юмор? Нет. У Бузова из Дава любовь или творческий коннект? Я понятия не имею. У вас очень интересно. Благодарствую. Выиграет Милена однозначно, наверное. Почему Левченко одна? Спросите у Аньки, я откуда знаю. А, просто Черкасов сказал, что будут голосовать зрители в финале ЧГ. Ну, молодец Черкасов, что так сказала я. Поздравляю его. Что-то Вика пропала, даже тут не пишет. Вика пошла, дала потерю. Ребят, давайте напоследок передадим привет и всем спокойной ночи. Я тоже пойду. Ничего страшного, кто не знает, я просто вам говорю, чтобы вы знали, что фамилия Антона Бекужева пишется с двумя буквами К. Вы с перепугу с тремя написали. Ну да ладно. Люба ушла с проекта, да. Сбежала одеваться, наверное. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам всем спокойной ночи. Все, кто меня смотрит, поблагодарить вас, что вы смотрите меня в любое время суток. Кем вы работали до Дома-2 на Первом канале, именно, наверное. Вот, заходите, смотрите по ржам. Если будут какие-то... Могли бы мужчину сделать счастливым. Кто? Кому-то доброе утро. Если будут какие-то интересные темы, давайте будем обсуждать. Не только, что я ору, кто-нибудь мне ответит или нет. Не за что, не за что. Значит, если будут какие-то интересные темы, давайте наброски. Будем обсуждать, не только же нам говорить о Доме-2. И о наших самых любимых, прекрасных, дорогих наших участников. У них уже уши, наверное, отваливаются. Поэтому думаем темы, какие будем обсуждать. И завтра днем, 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 не за что, не за что. И завтра днем в час дня давайте встретимся и потрындим. Итак, на повестке дня будет тема. Кстати, сегодня девушка написала мне, свекровь и невестка. Давайте поговорим об этом. Я вас всех люблю. Теперь можно и спать. Друзья, спасибо вам огромное, кто со мной. Всех я вас люблю. Каждого ценю, уважаю. Мне очень дорого ваше мнение. Поэтому до завтра. Пока-сики. Всегда ваша просто. Наташа.